Здравствуйте, это программа Город Эсси, я Елена Чернявская. Совсем недавно вступили в силу существенные изменения в миграционном законодательстве. Появились новые требования к оформлению иностранных работников. Сегодня расскажем, что поменялось, какие существуют риски, связанные с нарушением миграционного законодательства, и как их снизить. Я представляю гостя в студии Денис Владимирович Акимов, начальник управления по вопросам миграции, полковник полиции ГУМВД России по Самарской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, давайте начнем наш с вами разговор. В первую очередь, наверное, попрошу вас вообще на сегодня по Самарской области охарактеризовать ситуацию вот как раз с иностранными гражданами. Ну, наверное, мы начнем с того, что действительно последние два года мы жили в определенных, скажем так, особых условиях, в условиях ограничения. Да, мы вспоминаем прошлый год, когда практически все границы были закрыты. Иностранцы не то, что не могли сюда приехать, они не могли отсюда выехать. Соответственно, значительный объем иностранных граждан остался у нас на территории России. Но за последнее время мы видим, что ситуация меняется и меняется в целом к лучшему. Границы открываются, въездные рейсы сюда имеют место быть. Соответственно, новые иностранные граждане, в том числе в течение последнего года, тоже к нам приезжают. С этой категорией мы работаем. Если смотреть на общие цифры, не вдаваясь в детали, я могу сказать, что мы потихонечку выходим на уровень 2019 года. Да, мы даже в рамках нашей служебной деятельности уже сравниваем себя не с 2020 годом, но потому что это неинтересно и не объективно, а выходим на основные показатели года 2019. Поэтому все в нормальном рабочем режиме, функционирует, оформляем документы, иностранцев регистрируем и ждем их. Хорошо. Какие категории вообще иностранцев существуют? Давайте поговорим об этом. Расскажите, пожалуйста, Денис Владимирович. Ну, если говорить о категориях, наверное, целесообразно выделить такие три принципиальных категории иностранных граждан. Что? В первую очередь к нам едут работать. Безусловно, это основная масса, основная часть, более 60% всех людей, которые сюда приезжают, это как раз приезжают на временные в той или иной степени заработки. Вторая категория – это те люди, которые сюда приезжают, чтобы здесь обосноваться, жить, к своим близким, родственникам. Таких много взаимосвязей. Благодаря нашему СНГ у нас осталось большое количество. И третья значимая категория – это, безусловно, обучающие студенты, обучающиеся в колледже. Могу сказать, что Самарская область в рамках российской картины, безусловно, находится в лидерах. Я знаю позиции многих наших высших учебных заведений, мы очень активно с ними взаимодействуем. Они, безусловно, заинтересованы по обучению, в том числе иностранных студентов, на своих базах. Наверное, три таких ключевые позиции. Ну, наверное, еще отдельная история, связанная с высококвалифицированными специалистами. Все-таки достаточно большой объем серьезного производства у нас на территории Самарской области находится. И Тольятти, это и АвтоВАЗ, и сопутствующие предприятия. Тоже таких иностранцев мы, безусловно, видим и внимательно за ними. А вот очень любопытно, существует ли, есть такая статистика, когда, вот вы рассказали про студентов, я с вами соглашусь, да, действительно, мы и на улице города видим много очень иностранных студентов. А вот есть ли статистика, отучились в наших вузах, остается по большому счету работать в регионе, либо все-таки уезжают? Вы знаете, разные ситуации, я знаю, что значительное количество иностранцев, в том числе, остаются у нас в регионе. У нас есть вузы, занимающиеся специализацией по линии здравоохранения, медицинские специалисты, и очень активно они остаются работать в наших медицинских учреждениях. Собственно, и мы с вузами очень плотно взаимодействуем по этому вопросу и очень общаемся, и в формальном и неформальном таком режиме. Я знаю, что они, безусловно, заинтересованы, в том числе и об оставлении таких специалистов у нас в Самаре. Ну, потому что нужно отдать должное, самарский вуз очень котируется среди студентов, да, особенно приезжих. Итак, ну, наверное, главной темой разговора вернемся. Вот как раз 1 октября 2021 года прекращен срок действия временных мер. Вот и теперь иностранные граждане должны урегулировать свое правовое положение. Вот давайте поговорим об этом поподробнее. Что изменилось и какой режим действует в настоящее время? 1 октября это была такая, в хорошем смысле, фундаментальная дата. За последние два года было несколько нормативных документов. В первую очередь, это указы президента, которые в той или иной степени регулировали положение иностранцев на территории России. Если вспомнить 2020 год, собственно, с чего только началось, и первый указ, который был издан, он фактически позволил всем иностранным гражданам без разрешительных документов, без чего-либо, и осуществлять и трудовую деятельность, то есть в степени регистрироваться и так далее. То есть просто наличие паспорта должен быть и все. Да, просто наличие паспорта, и этого было достаточно. Это, безусловно, было связано с той обстановкой, которая складывалась в тот момент. Ну, рейсов не было, все границы были просто закрыты. Ситуация поменялась, границы потихонечку начали открываться. Поэтому последние изменения, которые были внесены в этот указ, они определили, что до 1 октября любой иностранный гражданин, я подчеркиваю, неважно, давно ты здесь находишься, незаконно ты здесь находишься, ты мог встать на миграционный учет, зарегистрироваться, получить разрешительный документ, осуществлять трудовую деятельность, работать, ну или там, или в дальнейшем как-то... То есть в том числе даже и зарегистрированный гражданин на территории Самарской области, ну, проще говоря, имеющий прописку. Да, 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 совершенно верно. Более того, срок был дан, если я не ошибаюсь, с июня месяца, с 15 июня, то есть с 15 июня по 1 октября, вот это рамки для абсолютно полнейшей и всеобъемлющей легализации. Я за всю историю миграционного законодательства таких преференций просто-напросто никогда не видел, не слышал, что они были. Скажите, пожалуйста, а что натолкнуло, какие трудности, какие проблемы натолкнули на принятие как раз вот нового законодательства и нового закона? То есть что сподвигло, скажем так, законодательство? Все вот то, о чем мы сейчас с вами разговариваем, безусловно, это результаты пандемических последствий. Да, 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 совершенно верно. Понятно, что люди находятся у нас в стране, они находятся в нашем регионе, и так или иначе что-то с ними нужно было делать. Поэтому законодатель, ну и в том числе и президент, безусловно, дал возможность, нормативную возможность этой категории свой правовой статус урегулировать. Чуть забегая, может быть, вперед, я могу сказать, что вот в рамках вот этой легализации мы, так сказать, подняли наружу и в объективную реальность более 12 тысяч человек. Нелегально которые были. Которые, в принципе, да, скрывались от миграционной службы, начиная, в принципе, с тех людей, которые заезжали сюда еще в 13-м, в 12-м году. Вот у нас есть такие истории. Ну и есть возможность, была возможность, точнее, для их легализации, многие из них воспользовались. Я считаю, что это достаточно хороший показатель для Самарского региона. А почему вот эти люди скрывались от регистрации, я не знаю, почему они нелегально находились и нелегально работали? Ну, проще, наверное, пойти легализовать свои права и, соответственно, трудовые отношения. В чем причина-то? Ну, вы знаете, на самом деле причины очень разные. Кто-то по семейным обстоятельствам каким-то скрывался, кто-то заезжал сюда в 13-м году и вовремя не подал документы, и просто, у него просто не было правовой возможности такой. Мне кажется, по большому счету, юридическая безграмотность, наверное, да? Вы знаете, в тот момент... Языковой барьер, опять же. Языковой барьер. Говорю, здесь ситуация настолько многогранная, что, наверное, сложно их как-то систематизировать в одну историю. Но возможность такая была. Все, кто захотел, они до 1 октября ею воспользовались. Что они сделали? Они пришли к нам. Так. Они зарегистрировались. Они получили патент, кто захотел. Кто-то получил разрешение на временное проживание, у кого здесь близкие родственники. Ну, там несколько было путей. В той или иной степени, кто захотел, он этими путями воспользовался. Это трудозатратно, трудоемко, материально по карману это как-то ударило. Ну, то есть, я имею в виду, это простой или все-таки это непростой путь, который нужно пройти обязательно? Я считаю, что это принципиально наипростейший путь, который просто возможен. Три посещения миграционных центров, и ты в легальном положении. Что сейчас нового? Если вот эти люди до 1 октября не успели урегулировать свои права, что нужно сделать сейчас, чтобы на правах гражданина работать и жить в нашем регионе? Мы говорим о Самаре. Те, кто приезжает вновь, ну, то есть, недавно приехали, безусловно, основная их задача – это зарегистрироваться и приобрести документ, который позволяет им осуществлять трудовую деятельность. Это трудовой патент, так называемый. А что это за документ вообще, Дмитрий Владимирович? Это такая пластиковая карточка. Патент распространяется на страны в безвизовом порядке, которые к нам приезжают. Соответственно, он обращается в миграционный центр, проходит медицинские комиссии, проходит тестирование на знание русского языка и после этого получает этот документ. Вот, собственно, и все. Что он дает? Он дает возможность законно осуществлять свое... Ну, человек может трудоустроиться просто-напросто. Вот. У нас есть отдельная категория, так называемая Еврозес, это граждане Белоруссии, Армении, Казахстана. Они у нас трудовую деятельность осуществляют без такого документа в силу нашего международного соглашения. Ну, хорошо, трудоустроиться официально, если есть такая возможность, есть такое желание. Но, по большому счету, мы видим преимущество на стройках, на рынках иностранных граждан, которые работают даже не по трудовому договору. Вот здесь ведется как борьба, как отслеживаются эти лица и что им делать? Да, действительно, есть такая проблема. Мы отдельно ею занимаемся. Все, что касается заключения трудовых договоров. Но здесь, на самом деле, претензии предъявляются не к иностранному гражданину, а к нашим уважаемым работодателям, тем людям, у которых они работают, там, где они живут фактически. В той или иной степени мы потихонечку налаживаем эту картину. Я вспоминаю времена еще федеральной миграционной службы, это 2011-2012 год. Уровень уведомления о заключении трудового договора у нас находился на уровне 10-15% от общего объема разрешительных документов. Сейчас мы находимся где-то на уровне 70%. Я считаю, что положительная тенденция. Я думаю, что еще немного времени мы все-таки выйдем ближе к 100%. Скажите, какие сейчас существуют ограничения для работы иностранных граждан в Самаре? Ну, что касается ограничений, они, в принципе, не изменились. У нас, наверное, самое главное, ключевое ограничение – это прямой запрет на торговлю вне стационарных торговых помещениях. То есть вот на улице, с ларька, как говорится, иностранец, к большому сожалению, торговать не может, но это регулируется правительством Российской Федерации ежегодно. Что будет в следующем году, посмотрим. Это постановление обычно к концу декабря издается, мы к нему вернемся, конечно. А так, принципиально, ничего остального не изменилось и нет. Поэтому самое главное – получить патент и с ним, где необходимо там работать. Хорошо. Какие вы проводите профилактические, в первую очередь, мероприятия, чтобы пресекать те нарушения, о которых мы сегодня говорим? И все-таки какая ответственность предусмотрена для лиц, которые не успели до 30 сентября оформить документы? Ну, собственно, после 30 сентября мы очень внимательно сориентировались на контрольно-проверочных мероприятиях. У нас есть специализированное подразделение, которое называется отдел иммиграционного контроля. Он, собственно, сориентирован на выявление и пресечение правонарушений среди иностранных граждан. Нас, безусловно, привлекает оперативное внимание строительные объекты, сельхозобъекты. Ну, те отрасли, где иностранцы в большинстве своем, собственно, и у нас трудятся и работают. Соответственно, в случае выявления нарушений, в первую очередь, это отсутствие соответствующего разрешительного документа, в первую очередь, патента, опять же. В отношении иностранного гражданина предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей. В отношении привлекающего работника, как правило, это юридическое лицо, штрафы от 250 до, в общем, до миллиона за каждого иностранного гражданина. Колоссальные суммы, безусловно, и с учетом того, что... Прецеденты такие есть? Прецеденты такие есть. Опыт у нас достаточно большой и несколько было очень эффективных мероприятий. Мероприятий реагировали. Да, да, да. Но, еще раз говорю, мы не сориентированы на то, чтобы штрафовать, да, и тем более каким-то образом, так сказать, ограничивать бизнес в их процессе. Но бизнес должен быть законным. Мы на этом настаиваем. Не могу с вами не согласиться. Вы знаете, вот совсем недавно, готовясь к нашей программе, я в средствах массовой информации наткнулась на такое сообщение, что происходит якобы какие-то огромные скопления людей, очередей возле миграционных служб. Не могу не воспользоваться возможностью, что мы с вами сейчас беседуем. Что это такое? Расскажите, объясните ситуацию, успокойте, либо наоборот предупредите. Очень актуальный вопрос и очень такой острый, особенно за последние несколько дней. Действительно, в последние несколько недель мы отфиксировали очень большое скопление иностранцев, которые скапливаются у наших миграционных центров. И в первую очередь того центра, который занимается оформлением видов на жительство, разрешения на временное проживание и гражданство. Мы для себя поставили принципиальную задачу разобраться и понять, почему это происходит и что мы можем с этим сделать. И, к большому сожалению, пришли к не очень радостным выводам. Итого, я так сказать, расскажу. Да, то есть я понимаю, это было проведено целое расследование. Ну, фактически, да. Ряд граждан России, этнически принадлежащих к иным национальным единицам, разработали целую программу. Мы синициировали, ну, как сейчас принято называть, фейковый такой вброс в мигрантское сообщество о том, что якобы миграционная служба прекращает прием документов, там, по истечении нескольких недель. На фоне этого, соответственно, обеспечили приток огромное количество иностранцев. Один из моментов у нас было больше 400 человек около миграционного центра. А после этого начали составлять списки пофамильные, распределяя в очередь, так сказать, порядки в очередях. А потом просто-напросто начали очередь продавать. Ты 350-й, хочешь быть сотым, пожалуйста, такая-то сумма. Хочешь быть, не знаю, десятым, пожалуйста, такая сумма. Сумма в разы увеличена. В разы увеличена, да. Хочешь первым, мы тебя там чуть ли не на руках туда занесем. Вот эту историю мы буквально несколько дней тому назад с моими коллегами, собственно, из миграционного контроля детально скупировали, разобрались. Все лица установлены, кто задействован в организации этого процесса. Нам совершенно там все так или иначе понятно. Мы еще доработаем. Я уж детали не буду раскрывать, но ситуация, на мой взгляд, скорректирована. Единственное, о чем мы подумали... То есть люди понесут наказание в любом случае? В той или иной степени, да. В той или иной степени. Единственное, параллельно с этим мы для себя приняли решение, ну, к большому сожалению, это в том числе связано и с коронавирусными ограничениями, потому что объем людей, которые заходят в миграционный центр, ну, просто в рамках того, что было создано, он стал, ну, просто катастрофическим. Вот. Мы по некоторым направлениям перешли исключительно в рамках предварительной записи. Во-первых, все по-честному. Телефон дозвонился, записался. Ты знаешь время прибытия и точку своего приема. Я думаю, что это позитивно скажется. Да, но, вы знаете, я хочу в дополнение, в продолжение, может быть, этого вопроса вас спросить, Денис Владимирович, ну, сейчас все образованные, продвинутые люди, в интернете есть вся информация. Сайт ваш очень информативен. Но почему верить слухам, а не посмотреть, не зайти на официальную страницу, ведь там этой информации-то нет? Ну, мы должны понимать, что все-таки... Сообщество особое. Сообщество особое, да. Есть экономически определенные модели, не у многих есть интернет. И мы, собственно, понимаем. Я прекрасно понимаю людей и смотрю в глаза нашим уважаемым иностранным гражданам. Иначе как прийти к выводу, что они были обмануты вот этими жуликами и преступниками, я иначе сказать не могу. Но это объективно так. Я не вижу никаких объективных причин или проблем, которые бы обозначили нам вот эту вот ситуацию. Абсолютно все будет нормально, со всеми поработаем. Весь год мы с этим работали, все было хорошо, и вдруг в последние две недели тут начинает что-то происходить. Да, это понятная история, я думаю, что мы с ней окончательно разобрались. И у меня большая просьба в том числе к иностранным гражданам. Я вас очень прошу, не надо обращаться к посредническим структурам. Те какие-то там организации, юридические, я не знаю, как сказать, кабинеты там еще... Которые якобы помогут оформить документы. Да, вот без детальных комментариев, просто там есть определенная оперативная составляющая. Одна из условно-юридических организаций в огромном количестве брала денег с иностранных граждан, обещала помочь, скрывая это все за якобы какими-то юридическими услугами. Сейчас наши коллеги с оперативных подразделений, собственно, в отношениях возбудили уголовное дело. Скажите, но ведь нет барьера для иностранных граждан, будь ты той или иной национальности. В любом случае он придет, подскажут, помогут. Я имею в виду здесь с языком проблем не будет. Он поймет вас, а вы поймете его, что нужно, и полный пакет документов оформите. Так ли это? Конечно. И это продолжается и продолжаться будет. Какие-то сроки сейчас есть, вот когда нужно успеть оформить свои права на трудовую деятельность в первую очередь, если мы говорим об этом? Ну, если в общем порядке, что касается, это, наверное, самый простой вопрос с точки зрения трудовой деятельности. На патент иностранец должен сдать документ в течение 30 дней с момента, когда он приехал. Сейчас, с учетом того, что у нас ковидное ограничение продолжается, этот срок полностью растянут до 31 декабря. До 31 декабря. Не важно, когда ты въехал, но ты зарегистрирован. Не важно, цель твоего визита, трудовая там, частная и все остальное прочее. Мы ждем у нас в миграционных центрах, в миграционной службе. И в том числе поможем, проконсультируем. Я думаю, что все документы так или иначе аккуратны. Скажите, ну не стоит бояться каких-то штрафов или там, я не знаю, не дай бог ареста. То есть, если этих документов нет и не было, все-таки прийти нужно, заявить о себе. Никаких санкций для этих людей, у которых до этого не было разрешительной документации, не будет? Нет, не будет, однозначно. Хорошо. Вот с учетом отмины также наблюдается все-таки приток иностранных граждан на территорию Самарской области. Скажите, как с этим справляются многофункциональные миграционные центры? А также вот центры, подразделения по вопросам миграции? Исключая вот эту самостоятельно созданную, я имею в виду, другими лицами ситуацию по большому количеству иностранцев, которые были скоплены, никаких проблем, никаких ограничений у нас, безусловно, нет. Я имею в виду в том, что миграционные центры современные, количество наших сотрудников достаточно, количество окон, которые могут работать с гражданами, достаточно. Поэтому просто нужно своевременно, в соответствующий день прийти, записаться, причем мы сейчас пришли к тому, что записываешься не просто на вторник или среду, а на вторник на 19.15, ой, ну на 9 утра там, да, 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 на конкретную минуту. Со следующей недели мы начнем так работать, я уверен, что все систематизируется окончательно. Скажите, обязательно приходить лично, чтобы это все осуществить? Удаленно как-то нельзя это оформить, ну, например, через госуслуги? Пока, да, пока госуслуги в отношении иностранных граждан, к сожалению, не работают, но, может быть, это в том числе и позиция такая в определенной степени правоохранительная, она нормальная, да, мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы с иностранцами работать лично. Вот сейчас как раз к слову о восстановлении авиасообщений с рядом стран и с учетом как раз приближающихся праздников, скажите, пожалуйста, изменилась ли ситуация с выездом российских граждан за границу более или менее сейчас активно граждане оформляют загранпаспорта и вообще, может быть, что-то здесь стоит сказать, есть какие-то новшества, либо, может быть, ограничения, кому в первую очередь разрешена, запрещена поездка с границей? Загранпаспорта – это очень такая отдельная интересная история, она касается нас всех. Я говорил о том, что мы не смотрим на 2020 год, если мы будем смотреть, ну, вот, в частности, сравнили показатели по выдаче загранпаспортов с 2020 годом, мы на 50-60% идем вверх. По факту мы выходим, опять же, на уровень где-то примерно 2019 года. В хорошем смысле ажиотаж достаточно большой. Недавно, вы знаете, у нас открыли перелет в Египет. Большое количество людей, в том числе и Самары, в первую очередь, прямые рейсы из Самары заинтересованы в посещении. Если я не ошибаюсь, в соответствии с постановлением, порядка 76-78 стран открыты для посещения для граждан России. Причем это очень динамично происходит, практически еженедельно проходит оперативный штаб всероссийский, я имею в виду, где принимаются подобные решения. Поэтому, в текущем режиме говорить о каких-то ограничениях для граждан, для посещения иностранных государств практически нет. Единственное, надо очень внимательно наблюдать за рекомендациями и требованиями Роспотребнадзора. Это ПЦР-тесты, соответствующие прививки и так далее, и так далее. Большое количество стран, которые уже признали, в том числе и наши российские прививки в качестве возможных посещений. Поэтому я думаю, что потихонечку все нормализуется. Да, но если человек собрался покупать тур, то, конечно, все эти вопросы будут детально изучены. Здесь, я думаю, рекомендации излишни. Скажите, пожалуйста, какие нововведения нам стоит ожидать в новом 2022 году? Ну, вы знаете, наверное, ключевое нововведение, которое очень активно сейчас обсуждается в наших кругах, это как раз, опять же, по линии работы с иностранными гражданами. Это практически всеобщее дактилоскопирование, то есть снятие отпечатков пальцев у каждого иностранца, который сюда въезжает. Вы знаете, я вспоминаю, опять же, Федеральную миграционную службу середину 2000-х, 2010-2011 год. Эта инициатива рождалась достаточно давно. Если кто-то был в зарубежных странах, может быть, вот вы вспоминаете, когда вы проходите паспортные контроли, первое, там, что пальчики, лицо. Вот. Соответственно, такая же практически история будет введена и у нас в России. Мы сейчас детально прорабатываем порядок, каким образом это будет осуществляться. Если в двух словах, без особых деталей, то каждый иностранный гражданин, который приехал в Россию в течение, ну, если ты приехал сюда работать, то в течение 30 дней, а если ты приехал сюда, условно, в гости, в течение 90 суток, ты обязан пройти дактилоскопическую регистрацию. Почему бы это не сделать на границе? Ну, законодатель принял такое решение, да, оно, безусловно, сбалансировано и понятное. Собственно, будет заниматься этим наши специалисты, я имею в виду управление по вопросу миграции. Мы планируем к открытию трех ключевых пунктов, двух в Самаре, один в Тольятти, куда, собственно, будет необходимо прийти и дактилоскопическую регистрацию пройти. Что интересно, и что важно даже, в случае непрохождения этой дактилоскопической регистрации, уклонения от нее, просто-напросто будет сокращаться срок, и человек будет выдворяться с территории России. Ну что же, спасибо вам большое за ваши исчерпывающие ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город ТЭС». Всего хорошего, до свидания.